Всем привет, друзья! Сегодня устроим очередной день про стрелушек, и я решил проверить заодно такую интересную тему. Все прекрасно знаем, что когда стреляем с пневматикой, желательно с любой, в обязательном порядке, нам нужно защищать органы зрения, то есть использовать баллистические очки или другую защиту, чтобы вам назад ничего не прилетело, скажем так. Я, в свою очередь, решил проверить такую тему, а насколько защитят самые простые дешевые очки, продающиеся в любом супермаркете, от попадания с различных видов пневматического бутылка. И для сегодняшнего видео я закупил такое небольшое количество очков. Поэтому садитесь поудобнее и проверим, как они покажут себя против различных пневматических пистолетов. Стайбольных и просто пневматик. В сегодняшнем тесте у нас участвуют вот такие вот самые дешевые очки, строительные, стоимостью полдоллара. Дальше. Такого плана строительные очки, тоже стоимостью полдоллара, обыкновенные пластиковые. Дальше. Чуть-чуть дороже очки, но тоже строительные. Стоимостью где-то в районе 2-3 долларов. Такие же, только красные, из пластика. И самый последний подопытный, вот такие вот очки, красивые, стоимостью в районе 10 долларов. То есть они чуть подороже, посмотрим, насколько они лучше защищают, чем самые дешевые очки, которые я купил. Подопытный номер один, самые дешевые очки строительные. Начинаем мы с спрингового дробовика. Шарики у нас страйкбольные, весом 0,2 грамма. Расстояние 5 метров, смотрим, что будет с ним. Перед тем, как мы начнем, у меня к вам одна просьба. Делайте ваши ставки на то, какие очки доживут до конца. И пишите это в комментариях. Будет интересно посмотреть. Заряжаем. И стреляем. Ну и вот результат. То есть очки не справились. То есть видим, один из шариков их все-таки пробил. Сейчас попробуем пневматический пистолет страйкбольный, уже на гримгазе. И я думаю, что он скорее всего ему добьет эти очки полностью. Следующий у нас страйкбольный пистолет, калибром 6 миллиметров, на гримгазе. Вот армия армия. Обзор выше по ссылочке. Кому интересно, можете посмотреть. А мы стреляем. Вот такие попадания красивенькие, четенькие. То есть от прямого выстрела с 5 метров эти очки не защищают. И вообще не вздумайте такие тесты проводить, потому что глаза у нас одни, замены нет. Так, значит эти очки у нас уже провалили наш тест. В принципе мы их списываем. Следующий испытуемый. Тоже самые дешевые очки. Стоимостью полдоллара. Единственное они пластиковые. Посмотрим, что они нам покажут. Опять же тот же спринговый дрововик. Шарики те же самые. Ну и расстояние то же самое. Проверяем. Вот это уже поинтереснее. То есть очки целые. Видно небольшие сколы от шариков пошли. По бокам. Но очки не разбились. Сейчас попробуем выстрелить с пистолетовыми. Пистолетик. То же самое. Ноль табель шарик. Повреждений я не вижу. В принципе пока не держится. Следующий. Берем АЕК привод М4. С выхлопом. В районе до 11 метров. И те же самые шарики. В принципе такой же самый результат. То есть ничего не изменилось. Очищи целые. Следующая пушка. Ринговая СВД. Выхлоп у него еще больше. Но в шарике те же самые. Тест на стрейбольные пушки. Эти очки прошли. То есть выдержали. И переходят во второй тур. Пробуем теперь такие очки. Опять же самый слабенький трубовичок старойбольный. Проверяем. Вот это уже будет интересно. Вроде бы очки дороже. А держат пульки хуже. Вот видим какие повреждения. Он у него самый слабенький трубовичок. Который у меня есть. Можно даже сразу вангануть. Что скорее всего. Что дальше. А их привода они и не проживут. Пистолет. В магазин. Стреляем. Ну вот предсказание сбылось. После стрейбольного пистолета. У нас очки уже развалились. Тест дальше они уже не пройдут. Смысла проверять дальше нет. Еще раз сюда попадешь. Они дальше расстрелятся. Берем другой образец. Следующий испытуемый. Еще чуть-чуть дороже очки. В районе 5 долларов. Такие вот желтенькие. Они тоже из пластика. Ну пластик тут где-то на уровне вторых очков. Те что прошли в следующий тур. Посмотрим смогут ли эти повторить. Лаповичок. Есть тут небольшой такой скол. Но непонятно. Или из-за попадания. Или просто от того, что они упали. Ну попробуем сейчас пистолета поступать. Проверяем. Ну вот тоже в принципе нормально они держатся. Повреждений нет. АЕ фривов одиночечка. Смотрим. Ага. Появилась трещина. Ну в принципе очки держатся. Сейчас пробуем спринговое СВД. То есть еще трещинки пошли. Ну в принципе очки держатся. оставляем их на второй тур посмотрим что будет с ними дальше и теперь самые гламурные очечи самые дорогие посмотрим как покажут они вот видим такой вот скол от попадания на все руки появился еще один скол но очки держатся а я привод появились еще сколы но очки держатся и стреляем но очки выдержали уже винтовка нанесла ты раз до больше переходим во второй переходим во второй тур у нас во второй тур самые дешевые очки среднячок и дорогие очки второй тур у нас пневматика калибром четыре с половиной миллиметров на стальных шарик претендент номер один первый пистолет у нас вот такой вот pr к и wc на co2 и стальные шарики калибром четыре с половиной миллиметра проверяем вот такое вот попадание камера тяжело показать ну вмятинка гораздо сильнее чем вот пластмассовых шариков вот добавил из небольшие повреждения тут если просмотреть не сильно но видно а так принципе ничего не поменялось ставим это тяжел то очки тоже они прошли но на них уже есть повреждения вот сейчас проверим что сделает с ними пневматика четыре с половиной миллиметра пробуем вот результат насквозь она не пробила ну в принципе еще больше разбила и теперь гламурные очи чик пришел и череда такие повреждения в принципе как было так все осталось очки целы вот такие вот предварительные тесты у нас были сейчас понятно что перейдем в финал постреляем с пневматики уже пожестче но все равно хочется несколько слов сказать первую очередь для себя используйте нормальные очки берите нормальные маски для страйкбола сделанные специальные а вот такой вот ерундой которых занимаемся мы а вот такой вот ерундой который занимаемся мы смотрите на нашем канале и в реальной жизни не повторяйте ни в коем случае не проверяйте это на себе а сейчас в качестве разрешили развлечения мы просто добьем эти очки уже тяжелой пневматикой самые дешевые очки и пневматика с ну вот результат понятно что у очков шанса не было но что примечательно пулю они остановили если присмотреться вот если присмотреться то видно что пулю они остановили словили так что они пока в лидера добьем желтые очки добьем желтые очки в принципе у них одна линза еще целая осталась может она тоже пулю слой все таки не зря эти очки проиграли в предыдущем раунде вот такая вот тут дырка красивая то есть они все таки улетели пулю одни не словили словил глаз который мог находиться за этими очками неважно все равно они проиграли еще прошлом раунде вот такой вот и не финал вот такой вот результат то есть ламурная очачьи тоже словили пулю и принципе пуля нашлась вот таким вот образом она остановилась вот такие вот результат а вот сама пуля вот я выстрелил еще остроконечной пулькой тоже она ее словила результат принципе такой же самый как с тупой пулей а вот тоже поймалась пулька вот такие вот результаты стрельбы у нас были протестили мы определенное количество очков как самые дешевые так немножко подороже видим что очки очкам рознь одни в принципе выдерживает хорошо попадание другие разваливается очень-очень быстро а на сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайк и комментируйте всем пока